Дорогие друзья, всем доброго времени суток. Давайте мы узнаем его мысли о вас сегодня. У нас будет одна общая позиция, выбирать ничего не нужно. Сразу же смотрите, насколько подходит или не подходит расклад под вашу ситуацию. Комментарии можно оставлять под видео. Итак, давайте начнем его мысли о вас сегодня. У большинства ситуация такая, что вы либо в блоке, либо на паузе, либо же обстоятельства не позволяют действовать в полную силу, в полной мере. И это человека очень сильно задевает, огорчает, расстраивает. Он понимает, что решение нужно принимать, нужно что-то придумать, выяснить. Выяснить те моменты, которые скрыты на сегодняшний день от понимания. Велика вероятность того, что либо ваши отношения являются тайными, либо же много в них скрытого. Верховная жрица – это всегда карта тайны. Это карта, когда вы не до конца откровенны по отношению друг к другу. У многих также может проиграться ситуация, когда вы намереваетесь осуществить какой-то поступок. Вы намереваетесь, он намеревается. Но определенные сковывающие обстоятельства – это могут быть разные обстоятельства. Для кого-то это сторонние отношения, обязательства перед третьими лицами, даже перед родителями, перед родственниками. Это может быть ситуация на работе, которая, опять же, накладывает определенные обязательства. Она не позволяет эту данность осуществить желаемое вот прямо здесь и сейчас. Но он очень хочет решить все мирным путем. И в идеале, конечно же, постараться таким образом, чтобы ваши отношения, они вышли на новый уровень. Он очень будет стараться, он готов стараться, он готов сделать все для того, чтобы получилось преодолеть вот эти вот преграды и трудности. Давайте посмотрим, что еще думает. У большинства здесь все-таки треугольники. Тройка кубков – либо легкие отношения, когда у вас друг перед другом нет еще таких вот четких обещаний. Либо же ситуация, в которой на ваши отношения влияют третьи лица. Но, тем не менее, он хочет развития общения между вами. Вот как бы ни складывалась ситуация, тройка кубков – это полюбовное решение конфликтов, задач и вопросов. Возможно, здесь решается вопрос поездки, потому что карта колесница – это в любом случае движение вперед. Это прогресс в делах, это успех, это возможные какие-то путешествия, которые могут вот сейчас быть под вопросом. Он понимает, что он должен нести полную ответственность за все, что он возложил на свои плечи. Для тех, у кого отношения не свободные и мужчина в браке, в других стабильных отношениях состоит, он понимает, что именно эти обязательства для него сейчас приоритетны. Если же вы не свободны, он понимает, что в том случае, если он где-то замешкается, то у него есть достойный соперник и конкурент. Но, опять же, уступать он не намерен. Пентакливый король так просто не сдается от того, что ему дорого. Ему, конечно же, хочется решить все вопросы конструктивно. Он может привлекать своих знакомых, друзей, близких для решения назревших между вами проблем и вопросов. Если же вас связывает работа, либо какие-то совместные дела, он уповает на то, что именно эти связующие ниточки будут служить таким, знаете, вот ключом, который откроет все двери. Он считает, что у вас в вашем общении открыты для вас дороги. Тройка жезлов – это движение вперед. Есть доверие между вами, есть общие интересы, есть общие цели, и к ним обязательно нужно стремиться. Другое дело, что здесь может планомерно, вот постепенно поступать информация, которую он вы не знали ранее. И эту информацию необходимо будет до вас донести, вам сообщить. Но, тем не менее, тройка жезлов символизирует такую, знаете, подготовку почвы для дальнейшей стабильности, которая может существовать между вами, может образоваться между вами, то есть укрепить и стабилизировать. Карта императрица. В этой колоде очень глубокий смысл этой карты. Посмотрите, беременная девушка, беременная женщина изображена. Это говорит о том, что он ждет от вас любви и плодов вашей любви. В любом случае, он настроен получить награду за свои труды. Причем награду не потому, что вот ты молодец, а потому, что вот эта награда, эта благодарность с вашей стороны, любовь, восхищение, они укрепят ваши отношения, и ему, конечно же, хочется заботиться о вас. Для многих здесь прям оракульно отыграется ситуация, когда человек задумывается о рождении ребенка и о создании семьи, если такова еще между вами не сложилась, и о получении таких, знаете, вот бенефитов, да, результатов прекрасных, замечательных, радостных между вами. И ему, конечно же, у вас хочется заботиться как о потенциальной будущей матери своего ребенка. Он понимает, что нужно будет преодолеть трудности для того, чтобы двигаться вперед, но он к этому готов. Он готов, и он даже, во-первых, он уверен в том, что вы ему в определенный момент окажете поддержку и не взвалите только лишь на его плечи вот все эти трудности. И он абсолютно не исключает того, что ему придется принять помощь от тех людей, которые могут ему вот эту поддержку оказать. Он не собирается отказываться от того, что может быть между вами. Конечно же, с себя он ответственности не снимает и понимает, что все сейчас в его руках, и нужно двигаться только дальше, только вперед, развивать и продолжать ваши отношения. Порой ему бывает страшно, порой ему бывает тревожно от того, с какими еще сложностями вы можете столкнуться. Но, тем не менее, он понимает, что все его старания, они принесут плоды. Все его труды принесут результат. И он понимает, что вот такую женскую энергию, такую плодородную, такую богатую, такую нежную, мягкую, он больше нигде не дойдет. И, конечно, он готов защитить, вот просто защищать и оберегать то, что есть между вами. Потому что он видит в будущем между вами, в любом случае, плодотворные и продуктивные отношения. Какой бы формат они ни имели, пусть даже у каждого из вас могут быть сторонние отношения, такие ситуации тоже здесь могут быть. Он не собирается рушить семьи, но он собирается сохранить ваш союз. Он собирается с вами взаимодействовать, несмотря ни на что. Максимально благоприятная ситуация для тех, у кого нет соперников и соперниц, у кого вот вы двое в отношениях. В таком случае он максимально настроен на то, чтобы ваше отношение укрепить до такой степени, до такого формата, чтобы создать династию. Посмотрите, и дети, и внуки, и потом уже правнуки, чтобы вместе любоваться тем, что вы создавали. Причем, повторюсь, он уверен в том, что вы друг друга не бросите, не оставите, а будете поддерживать. Потому что он любит, потому что он чувствует, и он вдохновляется вами. Он, глядя на вас, черпает то вдохновение, которое позволяет ему чувствовать себя счастливым, чувствовать себя богатым, чувствовать себя комфортно. И, конечно же, хочется, глядя на вас, вдохновляться и чему-то даже новому учиться, проходить, преодолевать вот эти трудности, а потом, конечно же, наслаждаться тем результатом и с гордостью сказать, да, мы смогли, да, мы преодолели, и мы выстояли те трудности, и теперь мы вот прям уверены в той стабильности, которую мы создали. Вот такой получился у нас с вами расклад. Благодарю всех за просмотр. Буду рада и благодарна всем за обратную связь. До встречи с вами в новых видео. Субтитры создавал DimaTorzok